У корня идёт затемнение, да, чёрное, коричневое, не важно, красное, не важно, да, длина от корня различная. Чем, значит, больше расстояние мы хотим, чтобы была разница от корня, тем мы больше начёсываем. Оно бывает по желанию клиента, сколько, какое расстояние от корня затемнение она хочет, вот, а конце быть белыми. А уж там потом отдельно до фантазии про что, хоть как, главное, шатуша полностью обесцвечивается. Ну, также мы разделим сейчас по нашу схеме. А вот начёсывать мы начинаем сверху. Когда мы начешем сверху последние волосы у нас будут поднятыми, мы снизу начинаем окрашивать. Такая у нас последовательность. Вот в шатуше можно, конечно, прямыми проборами идти, но в своей наработанности я люблю делать зигзаг. Вот что нам зигзаг даётся, смотрите, вот как получается, да. Если мы сейчас так зигзагом выделим, да, вот туда, видите, белый оттуда, это будет такой, будет интересный переход. Будет очень хороший, красивый переход. Поэтому я вам, я вам советую, ничего здесь сложного нету. А мужу, девочки, зажимчики, нету-то, коробочка была. Сейчас я так сразу выделю, вот так вот зигзагом. Спасибо большое. Доходим до начёса и начинаем вот эту краску немножечко в обратном направлении, чтобы был плавный переход, чтобы не было резкой полосы. Нанесли, нанесли, обильная здесь получилась чуть-чуть. Всё. И так прядь за прядью мы красим. Потом, когда мы смываем, мы идём так же, пудру промываем, а начёс как так же? Бальзам. Бальзам. Много-много бальзама. Расчесали. И вот представляете, как будет красиво. Такой красивый переход. Очень красивый. Такой красивый. Такой красивый. Такой красивый. Бендаш. Приятного авisters.